В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Индекс объема инвестиций в основной капитал в Башкортостане за 9 месяцев составил 115%. Об этом сообщил глава республики Радзи Хабиров на еженедельном оперативном совещании в понедельник 18 ноября. Сейчас стоит задача довести ежегодный объем инвестиций до 500 миллиардов рублей к 2024 году. Поэтому ежегодный рост этого показателя должен быть не менее 10%. Затем на совещании в правительстве республики обсуждался ход выполнения республиканской программы «Башкирские дворики». В 2019 году запланировано обустроить 404 двора на общую сумму почти 2 миллиарда рублей. В настоящее время завершено благоустройство 107 дворовых территорий. В 294 дворах работы продолжаются. В Башкортостане сохраняется положительный баланс в части снижения дефицита медицинских кадров. Для ликвидации кадрового дефицита реализуются различные программы, предусматривающие предоставление единовременных компенсационных выплат. Так, в рамках федерального проекта «Земский доктор» до конца года 99 врачей получат по 1 миллиону рублей, а 10 фельдшеров – по 500 тысяч рублей. В продолжении оперативного совещания радио Хабирову был представлен обновленный дизайн единого республиканского портала в сфере бизнеса и инвестиций. Для простоты и удобства пользования сайтом минимизировано количество переходов и иных действий для доступа к информации. Проведена работа по наполнению всех ключевых страниц наглядными материалами с использованием инфографики. На сайте можно получить более 100 видов услуг и консультации в режиме онлайн. Кроме того, главе Башкортостана представили проект делового календаря региона на 2020 год. Затем оперативное совещание продолжилось в формате районной оперативки. С докладом о социально-экономическом развитии Наульского района по итогам 9 месяцев 2019 года выступила заместитель главы администрации по экономическому развитию и предпринимательству Фейруза Ганеева. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения 6 632 рубля. Мы занимаем 16 позицию по республике. Какие проекты реализуются вы все у нас знаете. Перечень, которая у нас формирует показатели районов, входит кроме коррекционной школы. Это комплексная компактная застройка и благоустройство квартала Италмаз. Объем инвестиций в этом году планируется на уровне 103,5 млн. рублей. Показатели ИТС Агров до 1 млрд. рублей. Здесь период реализации с 2019 по 2021 годы. Войдет объем работ по реконструкции Дворца молодежи. Это 102,6 млн. рублей. Также в перечень у нас на региональном уровне формируется перечень приоритетных проектов. Здесь у нас входят такие объекты, которые по перечне приоритетное включено. Строительство тепличного блока на площади 1,5 гектаров для выращивания цветокультуры огурца на базе действующего тепличного комбината Янаольский. Планируемый объем инвестиций 176 млн. рублей. И реконструкция молочного завода, строительство сырного цеха и строительство животноуческого комплекса на 2600 голов инвестор ООО «Победа». Со сроком реализации до 2022 года с планируемым объемом инвестиций 1,2 млрд. рублей. Ввел совещание и подвел его итоги глава районной администрации Ильшад Вазегатов. Проблема с кадрами в медицине по-прежнему актуальна. Немногие студенты-медики готовы возвращаться в родной район с целью трудоустройства. Улучшить эти показатели призваны встречи со студентами. Второй год подряд руководители района проводят беседы с будущими врачами на их территории. 15 ноября в Уфу прибыла делегация Янаольского района. Порядка 7 тысяч студентов сегодня получают высшее образование в медицинском университете. Обучает эту армию из России, из стран ближнего и дальнего зарубежья две сотни докторов наук и полтысячи кандидатов и доцентов. Но в этот день на одну из кафедр ожидали намного меньше студентов. Порядка 50 человек. Это янаульские ребята, будущие врачи. Только нет уверенности, что это будущие янаульские врачи. Добиться этого и должны помочь подобные встречи. Формат прежний, лица в принципе тоже. Добавились только первокурсники. Общение в стенах университета заняло порядка двух часов. Говорили о социально-экономическом положении района, главных достижениях, актуальных проблемах и, конечно, перспективах. Обсудили вопросы о получении жилья и улучшении жилищных условий. Свои вопросы и на улице могли адресовать главе администрации района, главному врачу центральной районной больницы, начальникам отделов районной администрации. Коллектив больницы, главврач, кадровые службы больницы, наши социальные службы администрации района, вот этим самым общением уже создают предпосылки для того, чтобы у выпускников стопроцентная любовь к малой родине появилась, чтобы мы, зная друг друга, и эта сторона, и студенты, и работающие сегодня, предприняли шаги для того, чтобы было дальнейшее развитие района в том желаемом, на том желаемом уровне, о котором мы говорили сегодня. А мы говорили о высоких задачах, целях, которые ожидает наш район. И студенты, на самом деле, уже второй год общения, практически с каждым знакомы. И радует тот факт, что на сегодняшний день в медицинском вузе Уфы 50 вместе с ординаторами обучаются наших и на улицах. Надеюсь, большая часть студентов вернется к нам. Об этом более подробнее говорили уже непосредственно в кафе. Сюда пригласили студентов пятых, шестых курсов и тех, кто проходит ординатуру. Настроение медикам поднимали работники Дворца молодежи. Они подготовили культурно-развлекательную программу, которая пришлась по душе всем присутствующим. Фуршет, небольшие игры, инсценировки. Цель сплотить ребят в единый коллектив была достигнута. Это вообще хорошая возможность поговорить ты на ты. Вообще, что волнует, какие вопросы вообще интересуют именно студента. Вообще, как меня, вот жилищные вопросы, например. Я сегодня для себя некоторые пункты из этого взяла. Я хочу стать как бы оперирующим лор-врачом и планирую поехать к себе на родину. Надеюсь, что там будут именно те оборудования, которые будут, все оснащения будут хорошие. Надеюсь, потому что я прохожу в РКБ. И там такая база хорошая. И я буду, потому что все это умеет. Мне бы не хотелось вот это, чтобы у меня все навыки куда-то пропали. Это очень интересно, во-первых, увидеться со своими будущими коллегами, познакомиться с ними, узнать что-то новое о них, узнать какими-нибудь специалистами. Ну и это как бы будущие связи. Это будущие друзья, напарники, коллеги. Я надеюсь, дальше район будет продвигать вот это движение. И с каждым разом оно все будет становиться все лучше и лучше и масштабнее. В будущем планирую стать антизиологом и реаниматологом. И также вернуться в свой город Ян-Аул. Ну и также продвигать нашу любимую больницу. Я надеюсь, администрация города и администрация больницы примет нас радушно и создав все условия для нашей будущей работы. От себя хочу пожелать всем будущим своим сотрудникам успехов и удачи. Ну и надеюсь, скоро увидимся со всеми с вами. У меня прекрасные впечатления, прекрасные люди. Все ребята с нашего района, все могут, все молодцы. То есть я вижу в них прекрасное будущее, прекрасных врачей, которым будет не страшно идти и лечить своих детей и вообще себя. Поэтому в целом, да, спасибо администрации за подарки и вообще за проведение таких встреч, потому что они реально объединяют, сближают. И в целом я очень даже доволен. Подарки действительно были и довольно хорошие. По крайней мере, возгласы удивления и радости были слышны отчетливо. Айдар Асламов, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Ремонтные работы участка автодороги Четырман-Старый Варяж начались в начале октября. Сначала работниками дорожной службы был убран деформированный асфальт. Затем они занимались укладкой постелающего слоя основания. В эти дни производится разлив вяжущих материалов, битума, расклинцовка щебнем, укладка нижнего слоя покрытия. Ремонт будет производиться на участке 2,4 км. Подробнее об этом мы попросили рассказать производителя работ Орландского управления строительства промысловых дорог Эдуарда Яникеева. В дальнейшем собираемся, вернее, готовимся к укладке верхнего слоя. И еще искусственные сооружения к ремонту у нас. Тот участок пока мы оставили, но его в будущем тоже будем восстанавливать. Там ремонт трубы, скажем так. У каждого своя свойственная работа. Не от того, что там тяжело. Делает техника. Главное, надо, чтобы какой-то опыт был. Немножко умение, скажем так. Глаза боятся, руки делают. Проезжающая машина, мы от этого никуда не денемся. Как бы населению им тоже надо питаться. Кто-то хлебовоз, кто-то молоковоз. Они все-таки проезжают. Но нефтяники нам зачастую, конечно, мешают. Но как бы они тоже свою работу выполняют. Мы нечем. Объездные пути, по крайней мере, мы не можем обеспечить. Так как у нас, мы же свои затраты не можем нести. Так как у нас сметь не заложено. Было бы сметь заложено. Пожалуйста, мы сделали бы объездные пути и смело работали. Ну, это из учета экономики, скажем так, нашего бюджета республики. Литературно-музыкальный вечер под названием «Певец земли, любви и песни», посвященный 80-летию со дня рождения поэта Фарита Суфьярова, прошел в Центральной районной библиотеке 16 ноября. Гости праздника узнали биографию нашего известного земляка. Ознакомились с его творческим наследием. В ходе встречи прозвучали стихотворения автора и песни на слова поэта. Своё мнение о его творчестве и участии в литературной жизни района высказала руководитель литературного объединения «За мандаж» Гульчача Тимершина. Для участников встречи сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку «Серебряный родник поэзии». Его творчество известно не только в нашем районе, но и в нашей республике. Он писал стихи. На его стихи писали музыку. Его песни поют не только в нашем районе, но и в нашей республике, в Татарстане. Мы сегодня пригласили на это мероприятие учащихся школ, его коллег, почитателей его таланта, любителей его поэзии. Мастер-класс по силовым видам спорта для учеников школ нашего района прошел в гимназии имени Муксинова 16 ноября. Новый интересный опыт и советы получили юные на улице от именитых чемпионов, победителей регионального и международного уровней. В этот день в гимназии собрались истинные любители силовых видов спорта. Участники молодежного спортивного движения «Атлеты Моржи» показали упражнения на турнике, поднятие гирь, силовые упражнения. Мальчишки внимательно следили за действием, слушали советы и рекомендации. Сами пробовали свои силы, демонстрируя, чего они достигли к настоящему дню. Я из шестого Б-класса учусь в гимназии. Пришел сегодня подтягиваться со всеми. Поднимаю гири 12 килограмм 30 раз. Я занимаюсь волейболом, баскетболом, плаванием, футболом. Мне нравится. Советую всем заниматься здоровым образом в жизни. Также для ребят прошли соревнования. Среди номинаций были подтягивания с весом 12 килограмм, выходы силы на две руки и рывки двух гирь. Я выпускник Янаульской гимназии. Окончил ее в 2004 году. Именно в данном спортзале в 2002 году по наставлению моего физруха и первого тренера, Дебрагимова Тагира Гаязовича, я начал заниматься гиревым спортом. Меня затянуло и даже по окончании школы я продолжил заниматься в УЗИ. Потом во время службы, когда поступил на работу, никогда спорт не забрасывал. И в 2019 году, в апреле я выиграл Кубок Европы. И в октябре стал серебряным призером чемпионата мира. Это все по версии Национальной ассоциации пауэрлифтинга в многоповторной становой тяге. И на последних соревнованиях от многоповторной становой тяги я поднял штангу 100 кг 52 раза при собственном весе 75-100. В настоящее время состою в команде атлеты Моржи. Это город Нефтеканск. Занимаемся силовыми видами спорта. И в то же время пропагандируем молодежь на ведение здорового образа жизни. И именно поэтому мы сегодня решили организовать небольшой мастер-класс и соревнования для всех школьников учебных заведений города ЕНОУ. У нас собрание мальчишек и девчонок. Мы занимаемся силовыми видами спорта. То есть, начиная от подтягиваний, заканчивая штангой, гирями. Выезжаем на соревнования. То есть, у нас много мастеров спорта. Мастеров спорта международного класса. Также ездим по школам, по учебным заведениям, с лекциями, с мастер-классами. И агитируем молодежь нашу на правильный, здоровый, светлый путь. Сам являюсь мастером спорта международного класса. Многратный победитель как чемпионата России, так и чемпионата Европы по силам видов спорта. Такие как стритлифтинг, жим штанги лежа, становая тяга. Являюсь тренером ребят. Ну и плюс ярый пропагандист трезвого образа жизни и здорового образа жизни. На самом деле, Синаула у нас много ребят. Даже здесь, которые выступающие, они входят в наши ряды. Новички, там буквально 2-3 месяца. Но уже показывают превосходные результаты. И планы уже есть выступления мальчишек Синаула, участия на соревнованиях. Независимо от результатов состязания, для всех участников эта субботняя встреча стала полезной и увлекательной. Еще одна ступенька в самосовершенствовании и росте. Гульнара Ситтикова, Альбина Зарипова, Аяска Бибулин, Служба новостей, Енаульского телевидения. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.